Слово «боец» по-особому звучит на святой земле Брестской крепости, а потому ежегодно бойцы студотрядовского движения собираются именно в этом месте, чтобы в торжественной обстановке открыть третий трудовой семестр и почтить память героев церемонии возложения цветов к вечному огню. Каждый отряд носит имя героя Беларуси, тех людей, которые отстаивали нашу свободу, суверенитет Республики Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, для ребят это не просто слова. Мы и проводили большой республиканский патриотический слет накануне 11-12 мая в городе Минске, и ребята представляли своего героя. Сегодня же и день такой важный и знаковый. Это и день гибели наших героев, героев современности, летчиков Андрея Нечпорчика и Никиты Куканенко. Ну и, конечно, находясь здесь, в самом сердце Брестской крепости, мы еще в очередной раз своим мероприятиям даем четкий сигнал, как внутри белорусского общества, так и на внешнем контуре, что Беларусь помнит, молодежь нашей страны помнит, и, конечно же, основная задача, чтобы сделать все возможное для того, чтобы был мир и спокойствие на нашей территории. Студотрядовское движение – это мощная сила. В этом году ему исполняется 60 лет. Оно крепнет и набирает обороты. Если еще прошлым летом в третьем трудовом семестре было задействовано более 4 тысяч студентов и учащихся в области, то на этот раз планируется обеспечить занятость уже порядка 5 тысячам молодых людей. При этом лидером в области является Брестский городской штаб. Ежегодно при его содействии получают трудоустройство более тысячи человек. Мы знаем, что у нас есть различные профиля, где ребята могут трудоустроиться. Это медицинские отряды, строительные, сервисные, сельскохозяйственные, экологические. И, конечно, мы хотим сделать хороший упор на эти виды отрядов, на эти виды работ. У нас есть определенные договоренности уже с нанимателями. Ребята, уже объявлена молодежная стройка, строительство социального объекта в городе Бресте – это детский садик. Конечно же, у нас без внимания не остается наши молодежно-патриотические центры. Мы в рамках республиканского субботника проводили там тоже такие волонтерские работы по благоустройству. Будем проводить их в течение года в том числе. И когда уже будет готовый проект эсмент на документацию, я уверен, что наши студенческие отряды тоже там поработают. Важным этапом торжественного мероприятия стало вручение трудовых путевок командирам территориальных штабов. В Брестской области работает более трех сотен студенческих отрядов. И им есть с кого брать пример. Ведь именно Брестский педагогический отряд «Новое поколение» является лучшим в республике на протяжении нескольких лет. Уже через две недели наш отряд отправляется в Национальный детский образовательный здравительный центр «Зубрёнок» в Минске. Будем работать там полтора месяца. Очень уже все ждём, готовы, собраны чемоданы. Студенческий отряд – это не просто отряд, это настоящая семья, которая связывается не просто бойцовкой, а настоящими эмоциями, которые мы получаем на работе, на целине, которые мы получаем на мероприятиях. И мы объединяемся ещё больше. Мы сформировали отряд, назвали его «Спадшина-2022» в честь Петра Мироновича Машерова. Прошлым летом наш отряд работал на мемориальном комплексе «Хатынь». Это для нас очень величественный и исторический объект, к которому мы были горды и рады приложить свой труд к сохранению истории нашей страны. В рамках реализации патриотического проекта в этот день трём отрядам региона были присвоены имена комсомольцев, подпольщиков Брещины, а в честь празднования Дня пионерии близкие школьники были удостоены звания пионера. Впереди главных героев мероприятия, студентов и учащихся, ждёт плодотворный и насыщенный третий трудовой семестр. Они будут строить дома, помогать в больницах, убирать урожай, воспитывать детей в оздоровительных лагерях, но главное – учиться ответственности, чувству долга и дружбе.